Добрый вечер! Мы очень-очень рады, что вы нашли возможность, нашли время прийти к нам, отпраздновать с нами наш день рождения, день рождения нашего трио. И что-то, видимо, забыли такое специальное. Подождать? Еще не добрый вечер? Окей, продолжаем. Я, честно говоря, предполагала, что народу будет много, но на такой Анжелак не рассчитывала. Это ужасно приятно. И очень волнующе. Не люблю этого слова. Все равно волнующе. У нас начались эти декабрьские празднования дней рождения с такого очень, на самом деле, банального эпизода. Десять лет назад, как можно догадаться. Мы зарегистрировали с Сашей и Светом интернет-сайт, который назывался «Менделевый Гудкин». Через несколько месяцев мы получаем на электронную почту сообщение, такую напоминалку от администрации сайта, что, видимо, надо обновить договор. Напоминалку следующего содержания. Дорогой Менделевый Гудкин, поздравляю вас с днем рождения. Мы решили, что это неплохая идея, и с тех пор по декабрям, в начале декабря, празднуем день рождения трио. Мы так и не решили, в какого именно числа мы родились. На самом деле это случилось не совсем в декабре. Но в любом случае это отличная идея, мы ее как-то так удочерили. В этом году у нас особенный день рождения. Есть какие-то проблемы? В этом году у нас особенный день рождения, нам исполнилось 10 лет. В общем, возраст солидный, страшно сказать. Ну, не юбилей, но все-таки юбилейчик такой. Третий класс. Да, третий класс, вторая четверть. И, наверное, можно бы подумать, подвести какие-нибудь итоги. Мы довольно много пережили за это время и по Вросе вместе что-то, наверное, успели. Но это не главное. Я хочу сказать, что это десятилетие, этот юбилей, по большому счету, это повод собрать вас всех вместе. Торопливая река Жизнь моя, безбожная, все гордыня за кормом, до печали, до дна. Ох, тоска моя, тоска, мука невозможная, и за век счастливый мой горькая цена. От звонка и до звонка, все мы вверх по лесенке, по веленью души, мы живем в борьбе. Ах, тоска моя, тоска, болтовня, ты песенки, все дороги хороши, это так себе. Нам достались на веку, времена тревожные, этот город на песке, ты бессонный дом. Увези мою тоску, помощь неотложная, мир висит на волоске, На почти седом. Увези мою тоску, помощь неотложная, Мир висит на волоске, На почти седом. Добрый вечер, я сейчас немножечко расскажу, Что нас ожидает, если кто-то еще не знает. Во-первых, я должен звениться, со мной произошло такое природное явление, Которое лишило меня, так сказать, голоса. Да, и, ну вот так было, так сказать, внезапно, Я немножечко поболел, а вдруг все прошло, А это ушло. И это все произошло вчера вечером. И сегодня, значит, мы искали голос и ушел к другому. Зато теперь у нас в трио есть натуральный бас. Да, да. Вот, и, ну в общем, да, я сегодня даже ездил к специальному доктору, Который меня специальным образом лечил. И, в общем, ну вот я уже говорю, это уже большое достижение, Но она мне сказала, что у вас будут сегодня вечером только низкие ноты, Поэтому только низкие ноты пойте, а высоких даже не мечтайте, А завтра будет все хорошо. Вот, ну, в общем, да, низкие ноты, Но у нас таких низких нот даже не нашлось в наших произведениях. В партитуре. Есть несколько. И поэтому несколько низких нот я в конце, я надеюсь, спою, А все остальное, значит, мы переложили на плечи товарищей, Но я, на самом деле, постараюсь говорить. Так вот, концерт будет такой день рожденный, Мы будем много чего, наверное, вспоминать и говорить. Но, в принципе, первое отделение мы наметили, Как наше такое сольное выступление, Где мы немножечко побоем старого, И будет также новое, и даже совсем-совсем новое, Которое еще никому, я надеюсь, не известно. А во втором отделении будет так называемый, У нас звали это салат Оливье, В котором переплетутся разные жанры исполнители И участники И разные участники Наши друзья и дорогие гости И вас как раз ждет там и музыка, и песни Вот, это у нас будет во втором отделении А в первом мы поем в своем Не переплетаясь Капля к янте Капля к янте И капля заката Пыльный погреб С домашним веном Мостовая уходит Адвоката Шелестит ли не душ за окном И душа Отдыхает от бега Растворяя печали в меня И забытая роскошь ночлега В полустрадстве ослащем вдвойне Этот мир По-домашнему замкнут Эпохою не побежден Там грибами разбросаны замки И напоены вишни дождем Там сеньоры из старой пероны Те же шпаги сжимают в руках Благородных кровей макароны В дорогих подают кабаках Путешествия, легкие сети Бег минут по песочным часам Капля солнца блестит на паркете Капля к яйте течет по усам Над долиной зеленой чашей Грозовые бегут облака И дорожная вечная наша Над тосками утонет тоска Капля к яйте, щепотка корицы Капля счастья на этом балу Те же смуглые, ликкие лица Те же музы на каждом углу Капля влаги дрожит на закате Капля вилла лежит за стеклом И хозяйка по имени Катя Кружит птичкой над нашим столом Капля к яйте, капля заката Пыль и погреб с домашним вином Мостовая уходит в окадо Шерестит летний дождь за окном Мы продолжим еще одну из старой достаточно песни Называется она «Дорога домой» Это одна из первых вообще песен, которую мы спели, сделали вместе И она дала название нашему первому диску, который мы записали в Москве Уже сколько лет? Восемь, наверное, назад Вы математики, вы считаете? Мы сбились В 2002 году Итак, дорога... А, кстати, перед «Дорогой домой» я хотела сказать Что я... мне ужасно повезло Мне повезло несколько раз, на самом деле Мне много раз в жизни повезло Но мне очень повезло с этими людьми У меня очень много песен про дорогу Во всяком случае, это слово как-то встречается даже слишком часто Я им злоупотребляю И я хотела сказать, что я очень нежно отношусь К своим попутчикам в этой дороге К своим мальчишкам, к своим музыкальным собутыльникам К своим дорогим друзьям К Саше и к Виту Сегодня прозвучат несколько посвящений в разное время Сейчас я вам хотела прочитать коротенькое посвящение Виту Это... да-да, оно не новое Это почти загадка Она была подарена ему на почти юбилей Почти наизусть Улыбка и очки Косичка и гитара Здоровый оптимизм И шило кое-где Пусть это у других проходит время даром А он чему-то учится везде По ногтю гитарист Геолог по диплому По говору москвич По профилю семит Неясный никому Хоть каждому знакомый Мне кажется, я знаю Это... Дорога домой Под горки блюз, под жаркий джаз, под бойки фокстрот Фортуна за нас вводит нас И гонит вперед Но где бы ты не пировал Судьбою хромой Всегда с тобою ангел волны Дорога домой Бездомный кот Безбожный плут Профессор и шкет По свету чертят свой маршрут Подошвами кет Но под чужой седой луной Тоскливой зимой Их ждет у края А любовь Дорога домой Мы колесим по небесам Мы жмем на клаксон Наш век расписан по часам Но крата как зон И снова вечер за окном А день за тормой Но как сладка ламил мой Дорога домой Под горки блюз, под жаркий джаз Под бойки фокстрот Фортуна за нас Водит нас И гонит вперед Бездомный день Безумный бег По пыльной прямой Но нам в подарок А дым мой Дорога домой Дорога домой Тут как раз вид нашел для себя Несколько низких нот А мы его так задвинули в угол Мы в последнее время Написали довольно много песен Вот эта песня Поздравление Саше на юбилей Совсем недавно написанная И по-моему еще ни разу Ни в одном концерте не прозвучавшая Моя дорогая стезя Убегает как волны И учит меня Понемногу прощать и прощаться Использовать время Нельзя Можно только наполнить Дыханием людей дорогих Это кажется счастьем Все как-то не так Происходит на этой таке Жестоко и горько А вовсе не строго и мудро Я буду прилежно Учиться у нашей собаки Что новая жизнь Начинается каждое утро Но светится небо И светится листьями деревца Облизывается чужая беда Как волчица Использовать время Нельзя Можно только надеяться Что с вами пока я жива Ничего не случится Использовать время Нельзя Можно только надеяться Что с вами пока я жива Ничего не случится Следующая песня называется «Алевантийская танго». У нее есть другое название — «Конец света». Потому что там все время про конец света. Мы этим летом были на гастролях в Америке. Мы много будем вспоминать о нашей последней гастроли. Естественно, последние истории оттуда будут. Мы там были на слете, на фестивале большом. И как раз, когда мы выступали, на этот день, как нам сказали, был назначен «Конец света». Это было 21 мая 2011 года. Мы сказали, о, вот у нас как раз специально даже песня для этого дня есть. И вышли и спели «Конец света». Но только не случилось. Ну, видимо. Фальшстарт. Да, но вот зато, так сказать, спели, спели тему. «Левантийская танго». Конец света дышит мне в спину. Глоток быта, дай друг книгу. Возьми грушу и верь сплину. Читай книгу и гляди в небо. Все так близко, а долг кожей. И так ярко, что порой страшно. Не нам голокол, но нам тоже. Хрубка наша из песка башни. Конец света, может быть, близок, Но так сладок, спелый сок груши. Прими дар мой, бутерброд с брынзой, Коньяк в чаше и хандра глуши. Столмами, демота, вдали кровли. Шипит рынок в углях лета. Цветы светятся в тени крови. Конец августа, конец света. Конец света дышит мне в спину. Глоток быта, дарит друг книгу. Возьми грушу и не верь в сплину. Читай книгу и гляди в небо. Мы все призраки, уйдем в лету. Но все ж от звуки музык наших На миг чей-то взор зальют светом. Как блик солнечный, коньяк в чаше. Как блик солнечный, коньяк в чаше. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Я говорил про американский слет. И надо заметить, что у нас... Мы привыкли, ну как бы уже привычно, что на наши концерты приезжают зрители, Я бы так сказал, от Байршевы и Ашдода до Нарии. Это как бы нормально. Но немногие могут похвастаться тем, что на их концерты в Израиле приезжают зрители из Америки. У нас тут есть целая делегация небольшая наших зрителей, приехавших из Америки. В том числе есть один человек, который мы абсолютно точно знаем, приехал исключительно на наш концерт. Мы с ним познакомились в этом году на слете. И спросив, что у вас происходит такого интересного, мы сказали, а вот зимой у нас будет такой концерт. Человек говорит, ну я, наверное, подъеду. Бывает, что у людей планы какие-то, командировки, гости, посещение Израиля, и так можно удачно подгадать. Вот. И, значит, ну так бывает. Но, оказывается, этот человек приехал на выходные специально, чтобы посетить наш концерт. Вы можете его легко узнать по, значит, большой камере и большому человеку рядом с ним. Вот такой у нас есть зритель. И еще есть несколько не менее дорогих нам. Вот этот зритель зовут Володя Улогов. Вот. Не путать с другим Логовом, который здесь наш местный. Вот. А еще наш дорогой друг Сережа Шмульян вдруг внезапно совершенно сюрпризом оказался наш из, кстати, далекого Нью-Джерси. Есть еще один гость. Есть еще один гость. Ну, это отдельный сюрприз. Вот. Минуэт. Мы в последнее время, пока мачешки подстраивают гитары, почему-то пишется очень много новогодних песен. Странно немножко для Израиля, для местной действительности все-таки. Факт. Может, поэтому, да. Новогодний Минуэт. Новый год без елки. Зимний ветер, колки, позади осколки новые. Ведь тот же СМИ на запах не похож на запад, ближний наш восток. В темноте оконной, в тишине бессонной, В декабре зеленый город мой. Из любого края, из любого рая он зовет домой. Тихо сердце плачет, раны сердце прячет. Бонечно, иначе начат. Январь травою нежной, дразнит он надеждой. Будет все, как встать. Будет вечерами дождь в оконной раме. Тишина над нами будет. Кружить прозрачные птицы и разгладив лица. Дальше будет жить. Новый год без елки. Зимний ветер, колки, позади осколки новые. Ведь тот же СМИ на запах не похож на запад, ближний наш восток. Зимний ветер, колки, позади осколки новые. Спасибо вам огромное. Такие люди в этом зале. Я недавно перечитала «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса. Надо сказать, что я предполагала, что Габриэль Гарсия Маркес – классик, автор многих романов, человек настолько известный, автор этого потрясающего повествования. Жил в прошлом веке, в самом банальном смысле этого разговорного штампа. Оказалось, он жив-здоров. Ему 84 года. Он участвует в литературных конференциях, в кинофестивалях. Он пишет. Он, в общем, очень так везет активную какую-то политическую и, наверное, художественную жизнь, насколько звучит ужасно. Ну, вы меня поняли. И что любопытно, в 2006 году, я прочитала в интернете, в 2006 году мэр города Ракатака, в котором родился Габриэль Гарсия Маркес, предложил переименовать этот городок в Макондо в честь места действия романа «Сто лет одиночества». Предложил он это жителям проголосовать за вот это переименование. И большинство проголосовавших действительно были за. Но город так не переименовали. Этого не случилось. Одна из самых новых песен этого концерта – Гарсия Маркес. Гарсия Маркес пишет мужскую прозу. Под сигарету горько смакует фразу. Жизнь кровоточит, точит свою репризу. А он слова вытаскивает, как санозу. Гарсия Маркес бродит по интернету, Чуть отрешенно, будто по интернату. И без усилий держит такую ноту, Что в нашем трёпе ей сравнения нету. Гарсия Маркес птица гоняет в клетки, Он полагает, птичьи печали кратки. Но мысли чётки в нём, и слова как чётки. И очень странным считают его соседки. Гарсия Маркес держится чуть в сторонке. Мир, как в воронке, крутится на пластинке. Проходят мимо тучи вожди и танки. И остаётся капли дождя на плёнке. Гарсия Маркес пишет мужскую прозу. Под сигарету молча смакует фразу. Жизнь кровоточит, точит свою репризу. А он слова вытаскивает, как занозу. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Я скажу. На самом деле, в какой-то момент мы решили, что нужно сказать как-то о подведении итогов. Типа, что мы успели за 10 лет. Но, в принципе, мне кажется, что большинство сидящих в зале более-менее известно. Мы записали какое-то количество дисков. Мы там съездили, гастроли несколько раз. В общем, это всё хорошо и приятно. Мы там даже стали лауреатами одного московского фестиваля. Но, на самом деле, в основном никакими лауреатами не становились. Потому что, в основном, никогда ни в каких конкурсах не участвовали. Вот так, значит, не спортивная мы. Но мне хотелось сказать, что, на самом деле, каждый год мы готовим этот концерт. И там очень много работы происходит организационной и творческой. Мы что-то пишем новое. Думаем, какую программу мы выстроим. Какие гости у нас будут. Как мы это всё вызовём. И в результате это всё выливается в такое очень волнительное событие. В такую премьеру, которую мы делаем каждый год. И каждый год, видя, как заполняется этот зал, мне кажется, это очень сильное впечатление. Гораздо, может быть, сильнее даже многих гастролей. И всяческого там, может, тем более лауреатства. Поэтому спасибо вам огромное, что вы пришли. Спасибо вам. Нас это радует. Мы каждый год этого ждём. Это очень радостно видеть. Человек дождя. Спасибо. Спасибо. Человек дождя. Человек дождя. С бедной кожей у него глаза в тон сиреней сидит вдруг. Но, похоже, он живёт в другом измерении. И, может, оттого ты слушаешь его. Глаза прикрыв. Глаза прикрыв и слышишь капель дрожь. Горячь, горячь его очаг, а на его плечах, как плащ старея дождь. Человек дождя. Глаза прикрыв. Глаза прикрыв. Глаза прикрыв. Глаза прикрыв. Глаза прикрыв. Глаза прикрыв. Тutzя. Глаза в ногах, а на его плечах, как плащ, старея дождь. Он курит свой табак, а на его губах Горька улыбка, а в глазах вина Ему кричат трава, а женщина его Летит в Парижа Летит в Парижа Спасибо, и кстати про дождь Про дождь и Америку Мы когда приехали на американский слет Мы приехали к нашим друзьям И они уже знали прогноз И сказали, будет дождь И дождь действительно был, который Не как у нас дождь, который льет Может быть с 5.00 до 5.05 В лучшем случае А он как начался в четверг и закончился В воскресенье примерно Поэтому теперь мы сейчас первым делом Мы должны были только с самолета Только привезли наши чемоданы Он говорит, первым делом сейчас едем И всем покупаем резиновые сапоги И действительно они пригодились И даже была такая ситуация Что мы там ходили Резиновые сапоги, это хорошо Но на сцену, на большой концерт Мы решили, что это не солидно Мы переоделись во что-то более элегантное И уже сходя со сцены Мы все отпели и перешли И вокруг там были огромные лужи И я как-то более был продвинутый в части обуви Перешел ее и видел со стороны В темноте, как Менделевы чуть затормозились Они как бы не знали И вдруг подошел какой-то человек И подхватил свету на руки И на руках перенес через огромную лужу И опустил там дальше Это было очень-очень интересное зрелище Нет, а Сашу не перенес Меня он не подхватил Нет, не перенес Более того Рук не хватило Вот со своим фонариком Проводил нас точно до наших палаток И по-моему фонарик еще дал с собой Нет, фонарики нам раньше подавили А, фонарики раньше Ну в общем, вот такое было Перенесение света на руках Я это наблюдал чуть издалека Поэтому я не слышал этого диалога И для меня было как не мое кино Вот они остановились Вот что-то такое там происходит И вдруг какой-то приходит господин Который раз ее так подхватывает И легко переносит через лужу Это красивое зрелище Комплимент моей диете Это была история про дождь Под гармошку Посвящение друзьям Под гармошку с мандолиной Под гитару и фону Где июльский вечер длинный Заполим огонь и каримный Заведем мотив старинный Как у нас заведено Мы летали на ракете Над огнями в темноте Мы видали все на свете Пол земли, небес две трети И нашли, что лица эти Нам приятнее, чем те Были штили, были грозы Слезы век мешал спином Были стили, были позы Мяли нас метаморфозы И в неверном море прозы Скромно плыли мы бревном Возраст нас пчелою жалит В очень нежные места Мужа хвосты поджал Мы уже плоды пожали Подерожали, те скрижали Не узнали ни черта Я хотел бы жить в Сиднее Мягче климат, проще быть Я хотел бы быть сильнее И моложе, может быть Но скажу тебе, приятель Дома тапочки родней На дельфине плыть приятней На дельфине плыть приятней На дельфине плыть приятней На диване плыть верней Под сардинку, под сардинку Оцифруем, не спеша Ту забытую пластинку Где живет моя душа И своих амбиций слуги Все ж признаем без вранья Пусть местами мы упруги И в своем известны круги Но чем юные подруги Молодец, лучше старые друзья Под горошку с мандолиной Под гитару и фаном В день июньский вечер длинный Заполим огонь каминный Заведем мотив старинный Как у нас заведено Спасибо большое Спасибо большое Когда поем эту песню Я уже не первый раз Рассказываю эту историю Откуда обычно я пою Тут куплет про На дельфине плыть приятней И я рассказываю историю Я-то на самом деле знаю Что на дельфине плыть приятней Ты только там Да, но на самом деле Все это происходило не со мной Как раз Саша-то знает История такая Значит, Менделев с своими друзьями Раз в год-два Собираются на такие общие встречи Обычно в Америке Снимают большой дом И там встречают старые Еще институтские, собственно, друзья И в последнюю такую встречу У них в доме был бассейн И в бассейне был большой надувной дельфин Два Окей Второго я не помню, Сустина Окей, это был не дельфин Значит, был надувной большой дельфин И, соответственно, все юноши Пытались его каким-то образом оседлать Что, видимо, было Очень весело девушкам Да, очень весело девушкам А юношам нетривиально Потому что дельфин покатый, круглый И повторяю надувной Соскальз Да, и поэтому Значит, вот это выражение На дельфине плыть приятнее Оно может, естественно, приниматься двояко Те, кто знает про этого дельфина Значит, то по-другому воспринимают Но и как, собственно говоря С песней поется Что на дельфине плыть приятнее Вот, и это как бы обычная история Вот такое правда, на самом деле Правда про дельфин Мы спели в Америке И одна женщина В зале В зале, значит Она просто так хохотала Что буквально падала со стула Буквально в смысле Буквально Потом оказалось, что она была в том же доме Да, и что такое, почему, значит Она говорит Мы тоже снимали этот дом У нас тоже был этот дельфин Мы решили, что сила искусства Вот так правда жизни, да Я вспомнил, что у меня была старая пленка Запись у Владимира Семеновича Высоцкого Где он поет песню про Париж Ваня, мы с тобой в Париже Нужны как в бане пассатижи И рассказывает Я спел эту песню в Иркутске И один мужик ну так охочет Так охочет Что такое? А он говорит Я знаю, это же песня На самом деле это не про Париж Это же про Иркутск Почему про Иркутск? А у нас недавно новую баню открыли Так там столько гвоздей Что пора пассатижи, чтобы их вытаскивать Так и у нас про дельфина Совершенно новая песня Я из каждой поездки привожу за границу Привожу обычно песню И у меня можно проследить Мои географические перемещения по песням А тут вот просто было вопиющее нарушение Всех моих правил Я написала песню про страну В которой не была В которой только хочу побывать Так что это то, что называется Песня по рассказам очевидцев Новая Зеландия Чуть-чуть быстрее Мол, мне пора я домой повалялась на пляже Хватит в небе Парят облака золотые Под взглядом беспечной Мне бы холодно высокой тени Нет радости в вечном солнце Где-то в Зеландии Но мы всегда в субтропической зоне Цветом там море глубоко и ярко Ведь дырка в озоне Слышим Прибой океанский в ракушке Прозрачного лета Тише Никто никуда не торопится В климате этом странно К марту Из шерсти колючей Свяжу тебе шарф бесполезный Карту Мы купим заранее Чтобы над местной убездной шляться В туристских ботинках На тракторной грубой подошве В шлямке Ковбойской из кожи Может вот так бы Подольше жить нам Где-то в Зеландии Но мы всегда в субтропической зоне Цветом там море глубоко и ярко Ведь дырка в озоне Слышим Прибой океанский в ракушке Прозрачного лета Тише Никто никуда не торопится В климате этом странно Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое Мы начинаем свои сюрпризы Следующие несколько песен Мы споем с Сашей вдвоем На самом деле было запланировано две песенки Одна старая, другая новая Но мы решили добавить к ним еще одну Совсем-совсем новую Совсем настолько, что вид ее ни разу не слышу Она была написана два дня назад И это посвящение Вы уже поняли, что мы любим посвящать Свои песни, свои стихи Вот нашим друзьям Записывайтесь в клуб наших друзей Это была рекламная пауза Шутка У нас есть такой друг Паша Коновалов С которым мы записали вместе уже два с половиной диска Третий в процессе Третий в работе Вы сегодня слышали несколько песен Которые будут уже на этом диске И у него Ну так случайно получилось Вчера был день рождения Ура! Мы ужасно за него рады Мы вчера вот доделали песенку И решили подарить ее Паше Это не посвящалка Это не датская поэзия Это чистая вот такая песня Просто Вызывается «Тишина» Улетела птичка Из моей клетки И теперь в доме Радость гость редки Веселыми днями Не поет у окна И висит над нами Тишина 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо Песня, которая вошла во второй диск «Чужак» Она дала ему название Диск называется «Кофе с молоком» А песня называется «Чужак» Любым материком По краю океана Гуляю чужаком Гляжу темно и странно В пустом кафе за баром Дыша линком и паром Вздыхаю чужаком Над кофе с молоком Соблазнами млеком Опять срываюсь с места И сетую тайком Что из другого теста И не сливаясь взглядом Столпой ревущей рядом Теряюсь мотыльком В движении городском Но время катит ком Клубком пушистой пряжи И вороша носком Песок на зимнем пляже Под грустной маской Мимо И с улыбку мимо И прячусь чужаком Под серым пиджаком Любым материком По краю океана Гуляю чужаком Гляжу темно и странно В пустом кафе за баром Дыша линком и паром Вздыхаю чужаком Над кофе с молоком Над кофе с молоком АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И глазом на меня красит медовый Вокруг гуляют толпами такие седоки А он идет с хозяином бедовым Поеду я по улице на белом на коне Под белым солнцем в городе крикли вам Зачем дикарь и умница, он прилетел ко мне Он стал моим, но я не стал счастлив Я вел его и жил легко, и дрался, как умел То плакал я, то бил с веселой бубен Он был почти как облако Он был почти как мел Белее у меня коня не будет Когда мы готовили этот концерт, вид Ну как-то вот, не то чтобы попросил меня Но в общем хотел, чтобы мы сказали несколько слов О разделении труда О том, кто чем занимается в нашей команде Я, услышав вопрос, немедленно сказала Что наше трио это лебедь, рак и щука Но самая интересная была реакция Саши Который сказал, ну тогда вид очевидный лебедь Потому что он тянет нас вверх В общем, я с этим согласилась Себя Саша приписал к семейству ракообразных Хотя по гороскопу он не очень Мне досталась почетная должность щуки Ну, да, но я решила, что щука Это прообраз золотой рыбки Она тоже исполняет желания Некоторые Пять восьмых Похоже, пора меня тормозам Принять как таблетку век Не надо смотреть вперед и назад А лишь под ноги вверх А в сером небе печальный бог И райский забытый сад Не надо смотреть ни мимо, ни в бок А только прямо в глаза Не надо смотреть ни мимо, ни в бок А только прямо в глаза Знать, что с нами будет в конце концов Нельзя и какой резон Мне надо видеть твое лицо А дальше лишь горизонт Нас так напугала эта гроза И страхи скрутили в жгут Мое отражение твои глаза Все амальгамы лгут Мое отражение твои глаза Все амальгамы лгут Не надо смотреть по сторонам И в зеркало ни к чему Мы разные, это подарок нам И вечный источник мук Похоже, пора менять тормоза Принять как таблетку век Не надо смотреть вперед и назад А лишь под ноги и вверх Не надо смотреть вперед и назад А лишь под ноги и вверх Спасибо Спасибо Какой пакет мне сейчас больше подходит? Оба Самолетная перспектива Надо мной самолетик на крестиком А я ноликом на земле Я прилично живу, но пресненько И скулю на своей скале Надо мной самолетик крошечный А я крошечный с высоты И сливаюсь с релепным крошевом Исключительной красоты Пусть нелепо, смешно и криво Мимо, мимо время мое бежит Самолетная перспектива Самолетная перспектива Не меняет мой взгляд на жизнь На самолете крошечный А я крошечный с высоты Я сливаюсь с рельефным крошевом Исключительной красоты Я сливаюсь и с лесом лиственным И с полями, как в клетку плеть А за ним на холсте Единственным перламу травы Пусть нелепо, смешно и криво Мимо, мимо время мое бежит Самолетная перспектива Не меняет мой взгляд на жизнь Никому не питаю злобы сам С моим мысленно в облаках И покажется просто глобусом Мне земля моя свысока Не планируя траекторию В небо выру на веке Опасаясь влететь в историю На своем самолетике Пусть нелепо, смешно и криво Мимо, мимо время мое бежит Самолетная перспектива Не меняет мой взгляд на жизнь Самолетная перспектива Не меняет мой взгляд на жизнь Субтитры создавал DimaTorzok И шампанском Ух! Еще будет Будет? Придется кому-нибудь позаботься Позаботься о шампанском Пока не стихли скрипки И с лиц не сняты маски Покуда слезы Поют из глаз детей прелестных На галянце декораций Уже тускнеют краски Но канарейка в клетке Поет всю ту же песню Голубая аптечка Все поет, поет беспечно Над голубою баричкой Зачкачает свой фонарик За очиек и передушью меди Мы покажем вам сто комедий И в каждой вы узнаете Любви мотив печальный Синьорины, правые леди Мы сыграем вам сто трагедий Чтобы ваши дети плакали Над песенкой случайной Голубая аптечка Пока скрипят колеса И дует ветер с юга И птичка песню старую Насвистывает просто над крышей Черепичной застыл зеленый флюгер Шарманщик бородатый Зажигает в небе звезды Голубая аптечка Все поет, поет беспечно Над голубою баричкой Зачкачает свой фонарик За очиек и передушью меди Мы покажем вам сто комедий И в каждой вы узнаете Любви мотив печальный Синьорины, правые леди Мы сыграем вам сто трагедий Чтобы ваши дети плакали Над песенкой случайной Голубая аптечка Добрый вечер еще раз. Я с положенным извинениями за голос начну, я скажу так, не слышно, я буду поскрипывать, но как получится. Я хотел сказать, что мне тоже везет, мне тоже везет всяческих хороших людей, которые у меня встречаются в жизни, Пенделева. Это очень интересный случай. И никто, я не могу сказать, что тут есть, они помогут, психиатры в смысле. Но действительно, нужно сказать, что никто не мог предположить, что это так затянется, и что это так продлится, и мы все будем получать такое удовольствие. Я надеюсь, что наше удовольствие передается в зал. Я могу сказать, что мне тоже везет еще, кстати, ну вообще по жизни. И сейчас я хочу представить удивительного музыканта, с которым тоже мне повезло встретиться. Встретился, и я слушал его в разных проектах. И этот человек, который может, ну все, то есть тяжелый рок, блюз, какую-то очень странную такую космическую музыку, фольклор, какие-то еврейские напевы, какие-то... В общем, любой, куда вы, так сказать, тянете пальцем в музыкальном управлении, он может сыграть. Он может сыграть на каких-то тут копытцах далайских лам, или просто даже без ничего, какой-то голосом сделать такое, что удивительно. Значит, еще там, когда мы репетировали, мы играли на таком инструменте, как саз, или армянский дудук, или, в общем, совершенно разные инструменты. И я счастлив просто, что мне удалось, как сказать, заинтересовать и увлечь его своей музыкой. И я получал колоссальное удовольствие во время наших репетиций. То есть мы довольно долго к этому выступлению готовились, и я надеюсь, что у меня что-то, может, у меня получится. За себя я не ручаюсь. В общем, прошу любить и жаловать. Маша Янковский. Маша сыграет на страданном инструменте, который состоит из двух частей, но он его называет «Чайником» почему-то. Так еще с Питера появилось. Мы исполним две вещи. Первое произведение – это известно довольно-таки. Ну, как бы то, что будем играть Барсонову, это понятно. По мне. Понятно. Первая вещь, которую мы сыграем, это очень известная песня Антонио Карлса Жабима, которая называется «Самба на одной ноте». «Самба до ума нота со». «Самба» понятно. «Ума нота на нота со». Только на одной ноте. Мне говорят, что это маленькая самба, сыгранная только на одной ноте. Остальные ноты тоже вступят, но начало только в этой ноте. Так же, как остальные ноты приходят за ней, так и я являюсь продолжением тебя. А в последнем пуплете говорится про то, что я возвращаюсь к своей ноте, так же, как я все время возвращаюсь к тебе. Я спою со своей нотой. Люблю тебя. И многие пытаются найти, охватить все ноты. Дальше идет слово без перевода. Реми фасу для сюда. Те не получат ничего и держитесь за свою ноту. Прошу прощения за скрип, но я постараюсь нанести. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 и строится в колонну по четыре, прочитать маленькое посвящение, написанное Анжеле Штейнгард некоторое время тому назад. Она такие знает рифмы, такие волны рядом с нею, что гитаристы вплоть до грифа в пейзаж вжимаются краснее. Это она предохраняется заранее. Анжела Штейнгард. На самом деле мне недели две назад уже Света позвонила и хотела уточнить, что я пою. На что я сказала, Свет, ты меня первый день знаешь, я всегда пишу то, что я пою в день выступления. Сегодня я начала рано в обед и даже успела отпечатать. Дело в том, ну, как сказать, в прошлом году кто был на концерте, мне выпала честь делать пародию на выступающую, на Свету. И я, по-моему, так заигралась, что я чувствую, что я приближаюсь практически уже к идеалу. Я себя так почувствовала. Я уже сделала все, чтобы как бы соответствовать этому имиджу. Но в этом году мне не дали петь пародию на Свету. И вообще я тут уже много лет чего пела про Свету. И даже не знаю, что теперь и буду петь. Хотя и я начала мучительно вспоминать, потому что я поняла, что все ее родственники не колются, никакой информации не сливают. То, что я пела у нее на дне рождения, мне петь запретили и даже не выставляют это в YouTube. Да. Хотя там не было практически ни одного слова. Только несколько. Я вспомнила, к чему я могу придраться. Вообще, сцена замечательное место, где можно сводить счеты. Как-то было на одном из наших концертов домашних моих посидела у Анжелы. Пела одна певица, исполнитель. Пела мою песню. Так случилось. Вот она обо мне так сказала, неважно, это правда, неправда, но она так сказала. А я всегда сижу на звуке, я вижу, особенно кто сидит в первом ряду, я вижу их реакцию. Она вышла, она пела мою песню в ожидании меня, тебя. Вот. И сказала, говорит, и вообще вот Анжела вот в своей лирике она восходит к поэзии, к охматовской поэзии. У меня так все заколыхалось, и вдруг я увидела реакцию Светы. Да, она сложила так ручки. И так сказать, что ее покоробило, ничего не сказать. Мало того, что она среагировала, она пришла, она боялась, что я не увижу этой реакции. Она пришла ко мне и сказала, ну, говорит, с охматовой, конечно, она хватила. Вот. Ну, так какой-то вот. Был такой момент, не то, чтобы я ее сейчас буду сравнивать. Да нет, боже Бог, упаси. Я далека от этого. Ну, вот к десятилетию творческой деятельности на этой почве больной, возможно, созрела такая песенка. Вот я вместе с Евгением Бачуриным. Давай. Скажи, кто виноват, Что третий раз подряд Я выхожу меж вас Для общего веселья. Уняться бы пора, Но так же, как вчера, Опять мой черный рот Оправдан будет целью. А на десятый год, Как дудочка поет, Все кажется, Что бдозник Будет вечен. Есть срок, И у певца Нельзя петь Без конца, Но в этом случае Их два И крыть тут нечем. Скажи, Скажи мне, свет, Как смог Большой поэт В такую малость, Как он смог, Как он просочился. Я так ждала Творец, Раскрыла Свой дворец, Он пренебрег И в коммуналке И в коммуналке Поселился. И вот десятый год, Как дудочка поет, Я вижу, что распелась Не на шутку. Туда же мужики, На мой взгляд, Тюфяки, Десятый год Поет Под ту же дудку. Скажу тебе, Как друг, Таких, Как я, Подруг, Иметь В хорошем смысле Можно, Но опасно. Их не унять Потом Ни словом, Ни пером, Тем более, Когда оно Прекрасно. Ну, что я тут стою, Как дурочка пою, Пусть в этом жанре я Незаменима, Но что там, Мать, Должна я поменять, А что брейк-данс, Балет И даже Пантомима. А на десятый год, Как дурочка поет, Все кажется, что праздник Будет вечер. Я спою свое старое посвящение, Оно еще писалось Свете и Саше, Ну, и чтобы вы посмотрели, Как я выросла Или деградировала. Февралем помазан август, А уж августом пирог, Поскреблась тихонько радость И уселась за порог, Из порога я ни шагу, Что мне душный Тель-Авив, Брежу, Лондонам и Прагой, Дух Парижа прихватив, Мне приснился снег московский, У метро на Маяковской, На Никитской сам Чайковский, Предложилась спеть романс, В непролазанное хамсинее, Просочился вечер зимний, Это светом синим-синим Снизошла Москва на нас. Год от года мы все старше, Но покоя не дает, Что на тех же патриарших Вновь кого-то кто-то ждет. Солнце за Тверским садится, На манежный луч дорожит, А садовому не спится, По бульварному кружит. На Москву я не глядела, Да не ем мне что за дело, Почему же так за дело? То, что связано с Москвой, То ли с тарелки, То ли с брички, Выбираясь за кавычки, Переводят по привычке, Время против часовой, Лишь у дерева возможно Завязать тоску в пучок. Разрешите осторожно Сгромоздиться на сучок, Я его не поломаю, Под собой не подпилю, Вашей болтовне внимаю, Вольно песенки люблю. Фрейра и буратины В коммунальных спят квартирах, Подсыхают от пломбира Ручьи до колеи. На струнах стихи качались, Слушать ангелы примчались, Утолив свои печали, Принялись вы за мои. Подыграет Саша Свете, Света Саши подпоет. Что-то главное на свете В этот миг произойдет, Их рецепт рождения песен Очень прост, лишь не забудь. Птички перышкам небесным В каплю кьяньте обмакнуть. Сейчас на сцену выходит ансамбль «Март». Совершенно чудесные исполнители, дорогие мне люди, Витя Мишуров, Леня Армяч, Елена Тимченко. Вот из первых букв их имен и сложено слово «Март». Вы знаете, мы, как Аджела сказала, приличные люди, на дни рождения без подарков не ходят. Мы думали, что же подарить? И решили подарить им, вот у них сегодня будет песня про кораблик, решили подарить вот такие вот шляпы, чтобы они были настоящими матросами. И написано там «С вами хоть на край» восклицательный знак. Света. Поскольку мы, как коллектив, немножко постарше, чем Менделева и Гудкин, мы следим за их творчеством уже много-много лет, еще до Витого периода. Вот. И готовясь к сегодняшнему празднику, мы думали, что же такое спеть. Ну, датские песни мы спели на недавнем дне рождения у Светы. И мы решили, что вот нет ничего лучше для автора, чем услышать свою песню, ну, скажем так, в приличном исполнении. Ну, не совсем плохом, да? Вот. И, опять же, мы так окинули взором все творчество Светина, Сашина и Вита. И как-то обратили внимание на то, что очень много песен имеют какое-то отношение к средствам передвижения, к транспорту. Вот. Но как-то вот не складываются у них отношения с транспортом. Если самолетик-то какой-то маленький, какой-то крохотный, если корабль, то плывет все время вперед, но все время немного вниз. Если это автомобиль, то какой-то грандулет, который коробкой пустой стоит во дворе по щиколотку в снегу. Мы думали, дело поправится, когда перейдут к электрическому транспорту, потому что у Светы появилась песня там про трамваи, да. Но тоже получилась какая-то грустная, если не сказать, тоскливая песня. Вот, про какой-то. Но самое главное для нас было вообще в этой песне, когда мы все-таки решили ее спеть, выяснить, мы очень долго разбирались с половой принадлежностью трамваев. Нет, потому что там любовь двух трамваев. Нет, вы поймите правильно, это совершенно просто, это не просто так. Нам надо было разобраться, кому отдать партию первого трамвая. Это женская вообще партия или мужская? Потом по каким-то едва уловимым признакам мы все-таки сошлись во мнении, что речь идет о конвенциональной любви, как положено, все нормально. И отдали партию Лене. Но на самом деле, вы понимаете, что все это шутки. Там просто замечательный поэтический образ, два трамвая, которые движутся по рельсам разных маршрутов и никогда не пересекутся. «Невозможная любовь», «Crazy love». А песня называется «Табуретка». Как не врали феврали, все равно пришла весна, Как по рельсам не юли, а дороженька одна. Я трамвай, ты трамвай, оба мы железные, под дугою голова мысли бесполезные. За лесистой горочкой от твоей души ключи мне питаться корочкой на диете сидючи. Но утешит пирожок буднями тоскливыми. Ты бы любил меня, дружок, были бы счастливыми. Позади тоска, впереди тоска, посередке жестка табуретка, посередке жестка табуретка. Целовал, не целовал, не целовал, током мы повязаны. Ты трамвай, и я трамвай, а круги-то разные. Как не врали феврали, все равно придет весна, как по рельсам, не юли, а дороженька одна. И бежит за кругом круг, а душа срывается. Осторожно, милый друг, Двери закрываются. Позади тоска, впереди тоска, посередке жестка табуретка, посередке жестка табуретка. Спасибо. Сейчас я хочу представить вашему вниманию, а кто у нас следующий? А, еще один сюрприз. Володя Благословенский, человек, который организует слеты в Соединенных Штатах. Мы вот этим летом были на гастролях на Большом слете восточного побережья. Один из организаторов этого слета, Володя Благословенский, который присутствует в этом зале. Это еще один наш гость из Америки, которому мы очень рады. И вы знаете, такой курьез. На слете он нас представлял. Он вышел на сцену и представлял нас. И я очень рада, что у меня есть возможность вот сегодня его представить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ребята, так радостно вас видеть и такой зал. И это радость творчества вашего. Завидки берут. Маленькие заметки на полях жизни. Когда я был маленьким мальчиком, и не очень маленьким, любимое занятие было путешествие по географической карте. Я до сих пор знаю, где течет река Замбези, и где течет река Оренока. И если из Торшка все время двигаться на юг, то попадешь в Иерусалим. А потом я подрос немножко и узнал, что есть песня про меня. Я лазил по карте и знал, что ничего этого никогда не увижу. Я прошел довольно рано все четыре океана от пролива Магеллана до Падекале, от Канберы до Сантьяго, скажет вам любой бродяга, что такого капитана больше нету на земле. Это был Юлий Ким. Потом я подрос, началась юность, гормональный перехлест, веселье, счастливое неведение, в общем. Ну и разочарования, конечно, следовали одно за другим. Через некоторое время выяснилось, что и этот период моей жизни описан в песне. Там были слова о том, что мы на каждый минус находили плюс, но горы нарожали мышей, мы были на обе ноги хромы. Несмотря на это, поцелуй в парадном был слаще, чем вся эта жизнь. Это была песня Дмитрия Киммельфельда, она описала этот период в моей жизни. Потом была эмиграция. Вот уже 20 лет с лишним я живу в Америке. Недавно узнал, что и этот период описан в песне. Если я не ошибаюсь, она называется «Танго памяти московского пломбира». Там есть четыре слова. Собственно, песня женская у автора дочери, у меня сыновья, автор женского пола, я мужеского, автор из Москвы, я из Питера. Все по-разному. Но четыре слова так точно описывают эти 20 лет моей жизни. Выплывем, выстоим, вырастим, выстроим. Это, конечно, Светлана Менделева. Я надеюсь услышать эту песню сегодня на БИС. В программе не нашел. К чему это все? В этом зале собрались авторы всех трех песен, описавших мою жизнь. Спасибо вам, Юлия Чирсановича. Спасибо вам, Дмитрий Исаакович. Спасибо вам, Светочка. Я знаю ваше отчество, но не скажу. Вам еще долго до него. А Навещая родных в Израиле. Я летел над Бискайским заливом, понимая, что буду счастливым через несколько кратких часов, что засвищет весенняя птица и увижу любимые лица в обрамлении родных голосов. И по мере того, как навстречу самолету промахивал вечер, ночь неслась, занимался рассвет, из пространства и времени лица выплывали сплошной вереницей тех, кто жив и кого же нет. Появлялись они, проявлялись, надо мной незлобиво смеялись, а потом собрались в круг стола, и душа моя мало-помалу отделяла живых, отделяла, но никак отделить не могла. А потом я проснулся и понял, речь совсем не о том, что я помнил их, совсем не о том, а о них, о любви и напрасной старания. Не отделишь любви от сознания, не отделишь одних от других. Мой отец, как явление природы, моя мама в последние годы существуют на свете со мной, и со мной существуют на свете рядом Сима и Миша и дети, словно стянуты жилкой одной. Я изведал сиротство и бегство, но от самого раннего детства и до каждого свежего дня я себе выбираю пространство, где люблю своих близких, пристрастно, то пространство, где любят меня. Спасибо. Спасибо огромное. В общем, до слез. Спасибо большое. Следующий гость Дмитрий Исакович Кемельфин. Мне очень трудно представлять этого человека, он, честно говоря, не нуждается в представлениях. Я только скажу такое личное. Он один из немногих людей в мире, к мнению, к советам которого мы прислушиваемся. И очень дорогой наш друг. Прежде всего, я хочу вам представить одну интересную штуку. Это фильмы по Израилю с Дмитрием Кемельфином. Это вот есть мой подарок вашего десятилетия. А на самом деле, я хотел сказать, тут идет концерт, и по ходу концерта хочется сделать какие-то заметки на полях. Вот первая заметка, вид сказал, что голос от него ушел вчера, а от меня ушел... гораздо раньше. Второе. Анжела. Анжела, которую я обожаю. Обожаю. Вот она сказала потрясающую фразу, что ее сравнили с Ахматовой. Но в ее же игре слов Ахматом, матом, 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 матом. Воспользуясь этой паузой, я хочу объявить, что сюда приезжает к нам очередной мы соавтор, замечательный, действительно, потрясающий человек, журналист, блестящий музыкант Владимир Семенов. И вот как раз на посиделках у Анжелки 6 января мы будем с Володей петь. Так что приходите, кто захочет, и кто может себе позволить, Рождество, будет калятки, будет все, как полагается. Окей. Но, ну да, в рифму. Но, тем не менее, знаете, когда пришла идея, вот Анжела говорит, вчера написала, я написал немножко раньше, но тем не менее, я тоже, думаю, все же будут говорить одно и то же, все будут поздравлять, говорить, какие талантливые, какие умницы, какие музыкальные, какие обаятельные люди. И я понял, что тут надо немножко внести классиков. классиков. В данном случае я имею в виду Юлия Шристиановича Кима. Это, безусловно, его идея, но я ее только немножечко украшу, и все равно я как бы скажу те слова, которые надо обязательно говорить, но которые идут от души. Да, единственное, значит, еще вступление, это то, что над Израилем прилетает полмиллиарда птиц в год. И оказалось, что все журавли, о которых мы поем, летят над Израилем через Иордан в Египет. Десять лет тому назад сочинилось трио, голоса московские, иудейский вид, баса новый им вести б не ворот, а в рио. Эх, Светочка и Санечка, и гривостый вид, Журавлик ищет Иордан, кораблик ищет Магадан, а песня вас куда влечет по белу свету? В американские штаты или в Неге в чистой красоты? Гадать и не надо, спросите свету, Журавлик по небу летит в нашем жанре авторском пардов десять тысяч и записать песенку каждый норовит, а я уж десять лет в трио ваше тычусь. Санечка и Светочка и гривостый вид, Городницкий есть у нас Сухарев и Хомчик, Барт, Сергеев, Леонид многим фору даст, но как Саня на жену рожицы нескорчет и уж вид, так это точно поле и гривост журавль по небу летит, а журавлик поварю плывет, а кто меня куда лечет по белу свету, и где засада на меня, и где награда за меня, гуляй, солдатик, ищи ответу, журавлик ищет и ордан. Приказана еще одна песня, я ее еще не пел никогда, поэтому мне нужен... Эта песня такая, скажем, экспериментальная, может быть, в большей степени даже представления некая. Мы все поймете. А, Анжелочка, там будет концовка. И нужно громко твоим голосом красивым спеть «Ямайка». Я тебе скажу, когда. Я тебе скажу, когда. До года. С утра попиваючи кофе гляжу я на город Аман, а мой попугай Мефистофель за словом не лезет в карман. С нахальным любавическим видом он с жердочки мне голосит, вон рай достается хасидом. А ты почему не хасид? Да. Ах, почему я не хасид? Почему я не хасид? Почему я не хасид? Письмо не вьется, не висит. Письмо не вьется, не висит. Письмо не вьется, не висит. Детки не шастают гурьбой Штрямбл не украшен головой Взят лишь орёт, проснись и пой Он ворёт, проснись и пой, и оттазой А попугай продолжает Тут не играют в ничью Мулавон кричит, как рожает И девственниц гонит к ручью Смертники рвутся нахрапом Нефтью питается краб Он раб, а рай достается арабам А ты почему не араб? Ах, почему я не араб? Почему я не араб? Почему я не араб? Я бы молился на мехраб Я бы скушал бы кебаб Я бы залез на баба И под наргилу красота Грезила танцы живота Любовь лета И плод цвета Я страстно люблю попугай Поскольку не в Африке рост За то, что они помогают Поставить конкретный вопрос Смеюсь до последней икот Смертели годы И тут жираю, теряю покой Кричит он мне Кто же ты, кто же ты, кто ты? Ну кто же ты, кто ты такой? Ах, мой любимый попугай Дорогоценный попугай Ненаглядный попугай Это других ты попугай Им меняться предлагай Им на совесть налегай Тут цитата из Юльича Александровича Потому что все на белом свете И хорей, и младший из Угрей Знают это я за все в ответе Пархатовый народистый еврей Ах, это я! Ночью высушил, орал Ах, это я! Русь споил И Нобля премию проиграл Ах, это я! Охладел Родной гольфстрим Ах, это я! Девкам делаю экстрим Ах, почему я не орал? Почему я не хасит? Почему я не тунгус? Ах, почему не Сен-Лоран? У меня отличный вкус Ах, почему не Бабаб? Почему я не Муму? Ах, почему? Почему? А потому Что мне из вашего рая Ну не нужно Не только я Поскольку, вы знаете, Володя Блей я просто очень жалко, что мы так мало его увидели. Это мощнейший человек, очень тонкий ценитель, кстати говоря. Стихов. Ну, благословенский. Чем плохо? В Америке же все сокращают фамилии. Из длинных они становятся короткие. Вот если бы я был в Америке, я бы был Кимом. Но я даже подумать об этом не посмею. Не посмею, поскольку... Сейчас я хочу пригласить на сцену человека, который сыграл в моей судьбе совершенно уникальную такую роль. У меня есть тетя, которая живет в Бершеве. И вот, когда я пел босинские песни, я был жутким хулиганом, понятия не имел, что такое авторская песня. Дрался, резался. То она меня застащила к себе домой, и у нее совершенно нет ни слуха, ни голоса. И она говорит, а вот эту песню. Я там спел. Она говорит, а вот эту песню, ты знаешь? И она жутко фальшивая, но страстно. Как в последний раз она пела песню Юлии Черсаныча Кима. И вот так я ощущаю вот это счастье каждый раз, когда он выходит на сцену. Юлий Черсаныч Ким. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Теперь задал мне Зима задачу, кем же мне себя ощущать в Америке. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня прошу поверить мне на слово, что этот вечер, устроенный юбилеарами с явно корыстной целью, потому что каждый, выходя на сцену, говорит, без подарков сюда не приходит. Прошу поверить мне на слово, подарки есть, они там хранятся в сумочке и будут врачены. Просто сейчас я буду вручать подарок уже, как бы сказать, вокальный. Ну и, наконец, надо недолго, думаю, сочинить экспромт. Первую строчку я знаю, сейчас буду сразу сочинять дальше. Так, значит. Ой, вы, Света, Саша, вид. Вам наикращий мой привит. В этот день ваш гордый вид никого не удивит. Ибо ваш тройной вокал всех уже давно достал. АПЛОДИСМЕНТЫ Так что всем до одного все время хочется слушать его. АПЛОДИСМЕНТЫ Последняя строчка не в размере, но экспромт это предполагает. Такие нарушения. Ну, наконец, значит, самым лучшим будет подарком спеть что-то совсем новое, что никто не слышал. Разве что, кроме Вита, который слышит все новые песни еще до того, как они появляются. Но вот я эту песню, кажется, даже он не слышал, хотя я и в этом не уверен. Эту песню я сочинил в этом году. Это романс. У меня накапливается такая серия романсов в духе Вертинского. Это такой исповедальный романс, написанный лично от меня в результате августа, который я провел в обществе своих внуков. Я старый дедушка, со мной скучают внуки. Я не могу играть не в штандр, не в лапту, пока я мяч беру в трясущиеся руки, как от меня уже все внуки заверсту. Я старый дедушка, я рос при патефоне, я знал Вертинского, любил у них бывать не на айпеде, как и на айфоне. Я не умею монстров убивать. Я старый дедушка, живу в полубреду я, глотая горькие пилюли и дрожжи. И если спросите, который час дедуля, в ответ услышите, спасибо, я уже. Я старый дедушка, я не смеюсь, я счерюсь, и десен розовых при этом не таю. Но если к празднику стальную вставлю челюсть, в любое зеркало бестрепетно смотрю. Мясо, эту песню, эту песню, эту песню, просто должен спеть, поскольку у петахтиковцев есть своя гордость, а у нас, ярусалимцев, своя, которую, правда, мы свитом делим, потому что он отчасти ярусалимец тоже. Во всяком случае, сейчас там появляется. С тех пор, как Тит разрушил Харам, стерев с лица земли, пришлось евреям долго жить от Родины вдали. И все две эти тысячи лет в любом краю чужом евреи пели каждый день любимый свой псалом. Ярусалим, сердце мое, что я спою. Удали от тебя, что я увижу. Удали от тебя глазами полными слез. Хоть ты убей, я не еврей, я русский шансонье, с гитарой верною моей кочую по земле. Но каждый день Я жил на улицах твоих, глаза твои глядел, я слышал голос твой смех, мой хлеб горячий ел. И каждый день они со мной, вот уже столько лет. Твой белый камень, синий зной, твой негасимый свет. Ярусалим, сердце мое, что я спою. Вдали от тебя, что я увижу. Вдали от тебя глазами полными слез. Голос. Спасибо. Вот еще одна песня. Это уже заявка. Заявка одного из участников нашего достославного трио. Он ее слышал. Это, конечно, вид. Поэтому я ее пел, по-моему, со сцены только один раз. И в этот самый раз вид оказался не только среди зрителей, но и среди непосредственных участников, потому что без него аппаратура в Иерусалиме не работает. Эта песня я сочнил тоже в этом году на Песах. Да, я сочнил ее на известный мотив. История с этим мотивом, ну, она коротенькая, я ее изложу. Я ее услышал однажды на итальянском языке и весь возбудился так, когда меня потрясла, хотя я совершенно не понимал, о чем там речь. Потом я провел изыскание и узнал, что это хор пленных иудеев из оперы «Верди на Букку». Я несколько удивился, потому что я понимал, что это своеобразное итальянское переложение 137-го псалма о вавилонском плене, на реках вавилонских мы сидели и плакали и так далее. В этой музыке не было ничего от этого плача, а вообще никакого плача в этой музыке совершенно нет. Потом я даже узнал, что итальянцы хотели эту музыку сделать гимном, музыкой своего итальянского национального гимна, но, вероятно, их все-таки смутило, что это весне иудейское. И вот я на этот песок последний как-то так вдохновился и с небольшим предисловием сочинил эту странную, ну, не странную, эту песню исхода, предполагая, что все евреи земного шара, однажды взявшись за руки, ее споют своим мощным хором, а поскольку эта музыкальная нация не меньше, чем итальянская, то это прозвучит еще более внушительно, потому что у итальянцев есть своя история, но у нас евреев она значительно лучше. При всех прогрессах и всех регрессах, а также стрессах, своих и чужих мы ежегодно справляем Песах наш главный праздник среди остальных мы ежегодно справляем Песах, кушаем фрукты и вино и в наших гимнах, и в наших песнях на праздник Песах звучит одно до свидания до свидания Египет Нового новых Египтов Век Век за веком потянется наша разлука Все равно мы сюда соберемся Все равно мы вернемся сюда навсегда Нас дарами Нас дарами Нас дарами По весне за великий исход Даену Адонай. Здесь я уже и пел это. Многие, может быть, и слышали и так. В общем, короче говоря, у меня есть сочинение, которое называется «Безразмерная танго». Оно действительно безразмерное. То есть оно написано в такой форме, в форме некоторых куплетов по 9 срок. В каждом куплете свой сюжет совершенно не связан, эти сюжеты не связаны друг с другом. И поэтому эту копилку можно пополнять все время, что я время от времени и делаю. Сначала я написал приблизительно 80 куплетов, сейчас, наверное, уже 120. Что-то в этом плане, да. Но я, конечно, все это петь не буду, потому что и сам устану, и всем надоест. Но вот просто навскидку, начало-то я, конечно, помню. У меня есть такое географическое начало. Как прекрасна река Амазонка на просторах Бразилии моей. Как течет она до горизонта, как один нескончаемый змей. Как люблю я в тени кордильеров прогуляться под крики макак. Я вам честно спою, я Бразилию мою обожаю немыслимо. Как прекрасна моя Антарктида на просторах холодных равнин. Как мне нравится эта картина над снегами парящий пингвин. Как люблю я взобраться на айсберг в окружении застенчивых дам. Я вам честно спою, Антарктиду мою я в обиду ни разу не дам. Да чего же прекрасна Алушта на просторах своих берегов. Я скажу ей в глаза про прямодушно, чем она лучше всех городов. Тогда и пальмы, и пляжи получше знает наш черноморский бассейн. Но лишь тут, господа, как простая вода пьется южно-бережный портвейн. Как прекрасна моя Гонолулу, как прелестна моя Кострома. Как мне нравится эта планета, лето, осень, весна и зима. Как хочу я воспеть и прославить край за краем, страну за страной. Пока не воспою всю планету мою, не пойду я отсюда домой. Хорошо на московском просторе Светят звезды Кремля в синеве. Гордый горец из города горе Все мечтал здесь о дружной семье. Как искал он тепла и участия, Как хотел доверять и любить Этой страстной мечтой и ужасной средой Можно многое в нем объяснить. Не надо, я умоляю вас, не надо К чему сомнения? Сомнения ни к чему не надо Я с полу слова, с полу взгляда В одно мгновенье На Колыму по тундре По железной дороге Где мчится в скорый В Оркута, Ленинград О, Камчатка моя, о, Камчатка Посмотри, это я твой Орфей Ты прекрасная дикая чайка Ты моя золотая форель О, Камчатка Ты видишь, как часто Всю я жизнь поминаю тебя Что за страшный магнит Твою тундру зарыть Что так манит и мучает меня На далеком севере Ходит рыбакит А за ней на севере Ходят рыбаки Ну нет кита, ну нет кита, ну нет кита Не видно, вот беда, ну вот беда Ну да чего ж обидно, обидно, обидно Тише, тихо в Ярушалаем В этот знойный шаббат ноября Отдохнуть мы ему не мешаем Все конторы до завтра запря Громогласное пляжное племя Отвалило на свой водоем Средь бассейнов морских Он живее всех живых А мы все его мертвым зовем Ах, прекрасно в Иерусалиме Прогуляться в пижамных штанах Никакие душевно больные В нос не тычут Коран и Танах Этих книг уж давно не считает Всепрощающий наш полиглот Только смотрит на всех Тихо плача сквозь смех И все ждет, и все ждет, и все ждет Я исполню твои три желания Мне Господь обещает с высот Ну, во-первых, в Иерусалиме Я хочу быть на будущий год Ну, а там дай дожить до трамвая Это будет не скоро, боюсь И уж не обессудь Я хотел бы взглянуть на арабо-еврейский союз Иерусалиме Когда-нибудь, если случится такое А вдруг? Птица, милая, археоптерикс В глубину мезозойских хвощей Посылаю тебе этот телекс О сегодняшнем виде вещей Бронтозавров твоих динозавров Заменила машинная сталь Ну, а тот трилобит Стал потом троглодит И пока еще не перестал Жили и были старик со старухой И всю жизнь их преследовал рок Оба глухи на правое ухо Оба слепы на левый глазок У него был артрит сухожилий У нее не хватало ступни И если каждого взять То ни сесть и ни встать Но вдвоем обходились они Вот печальная повесть из жизни Граф-графиню свою разлюбил И всю жизнь с ней мечтал разойтиться Но все не было нравственных сил Чуть бывало возьмется за посох Как она уж опять с животом Только будучи стар Он свое наверстал И ничуть не раскаялся в том Хоть немедленно умер потом Я хочу рассказать тебе поле Что вы, сударь, пристали ко мне Потому что вы север, что ли Шаганет ты моя, шаганет Я могу почитать из Флобера Из Бодлера просила бы я Я могу из Рембок Ах, не все ли равно Шаганет ты моя, я твоя Гавриил, где вы были на медне Я к обедне ходил, Даниил Гавриил, что за жалкие бредни Даниил, но я правда ходил Гавриил, да, но где вы сегодня Я сегодня у сводни гощу Как же так, Габриэль То в храм, то в бордель Я ищу, Даниил, я ищу Я ищу, Даниил, я ищу Всю-то жизнь я дурачился с песней Бегал, прыгал, играл в чепуху Называть это дело профессией Как хотите, никак не могу Я положу свои песенки легко Не хочу я их в муках рожать А что деньги дают, как за доблестный труд То не буду же я возражать Да, чего хороши песни Кима Да, и пьесы весьма хороши Да, но песни-пьесы поглубже вести Да, но в песнях побольше души Да, но главная драматургия Да, но чем же он плох, как поэт Да, действительно, но нужно что-то одно Да, конечно, но думаю, нет Как прекрасна мозаика жизни Хоть и логики как лишена Как луч света в вертящейся призме Так сверхает и брызжет она Не ищите порядку и связи Проповедуйте горе уму А когда черный кот вам тропу перейдет Перейдите ее же ему А вы знаете, я вдогонку Прочитаю маленькое такое посвящение Юлии Черсанчу Которое он еще не слышал Как мало вместе выпито Как много спето врось Ему-то на Олимпе-то так холодно, небось И я хочу его обнять Разок за столько лет Но держит в строгости меня Здоровый пиетет Ребята, мы вообще подкатываем К концу нашего праздника По-моему, удался Да Я могу без Я работаю этим Передаст Знаете что, давайте я вам пока скажу То, что хотела сказать после этой песни Ну, сейчас у меня есть минутка Уже нет? Я хочу сказать, что Эти наши концерты Потихонечку переросли В своего рода фестивали На них приезжают наши друзья Привозят песни, стихи Добрые слова И, честно говоря, что меня очень И удивляет каждый раз И покоряет То, что они совершенно уникальны Каждый такой концерт Такая вот жемчужина Сделанная руками Разных Руками, головами Душами разных людей И я хочу сказать Спасибо очень многим людям Сидящим в этом зале Я хочу сказать, во-первых, спасибо вам Потому что вы часть вот этого праздника Вы часть вот этого счастья Которое я только что испытала Сидя в зале Я желаю вам, чтобы вы испытали не меньшее Дело в том, что эти наши концерты Они вот Я даже не могу их назвать концертами Это не совсем наши концерты Это наши концерты Наши с вами Я хочу сказать отдельное спасибо У нас осталось две песенки Я хочу сказать отдельное спасибо Конечно, Паше Коновалову За помощь В общем За звук За звук Да, не знаю Это все на самом деле очень непросто И то, что нас всех слышно Видно Не-не Слышно И вы это слышите И можете это понимать Это очень-очень непростая работа И действительно Паша мастер И он умеет это делать так Что как будто все вот так оно и есть Я хочу сказать отдельное спасибо Володе Напарину и Рахиль Каминкер У которых я занимаюсь пением Вот Володя, к сожалению, не смог прийти Потому что у него сегодня спектакль в опере Я хочу сказать спасибо Всем выходившим на эту сцену Я очень вас люблю Я очень вам признательна Вы очень мне дороги И как-то Ну вот мы с вами Не знаю Вместе вот это вот делаем Вот это Действо Вот это На самом деле чудо Потому что это Оно уникально Каждый концерт получается другим Благодаря вам Корабль Я в этой песне Каждый раз Когда мы репетируем После некоторого перерыва Я обычно играю Какое-то соло Какую-то музыку я придумаю И вот недавно Мы сели опять играть И знаете Какое же там соло я играю Что-то я никак не могу вспомнить Потом вспомнить Что я там играю соло На стиральной доске Наш корабль плывет Все время вперед Но как будто Немного вниз Наш оркестр играет То вальс То фокстрот Наши слезы Носит в рис И чуть-чуть истеричен На полу без смех Но к чему Поднимать волну Здесь любви шампанского Хватит на всех Скоро все мы пойдем К одну Мой возлюбленный Плакать не будет по мне Он отправится в рай Со мной Потому что Живя в этой дивной стране Мы в кастрюле Плывем одной Мы подходим Друг другу Мой милый гурман Как креветки К сухому вину Но подходит к концу Наш прелестный роман Скоро все мы пойдем К одну Наши мысли Летят на воздушных шарах Мимо наших пустых голов Наш корабль несет На последних порах Неплохой для акул улов Стерся только чуть-чуть Нежный бархат плечами Слегка потерял на весну Но бурлычет мне время Как окошко урча Скоро все мы пойдем К одну Серьезно Порядка Порядка И закончим мы наш концерт Довольно старой песней, век коротенький Качают нас холодные зимы деньки Горячие течения бурлят на дне Швыряет мой кораблик век коротенький А я другого не хочу, не надо мне Мелодия тиха в ночи, как вздох ничей Но мотыльком сгорает ночь в ее огне И засыпает время на ее плече А я другой и не хочу, не надо мне На человек лихо подливает нам Адреналина вены и вины вдвойне У каждого под кожей своя война Не победить, похоже мне, в моей войне Земля моя качается, как палуба И нету мне ни истин, ни пристани Когда нас перестает время баловать Мы станем неизбежно оптимистами Чем старше, тем счастливее мы склеротики Короче, по весь грустные дни длиннее Швыряет мой кораблик век коротенький А я другого не хочу, не надо мне Швыряет мой кораблик век коротенький А я другого не хочу, не надо мне Аплодисменты И в этом городе, и в том Который за горой В театре пыльном и пустом Все заняты игрой Игру в любовь и в дураках В работу и войну Но все вплетается пока В мелодию одну И в этом городе и в том Где листопад к зиме Душа качается мостом Над пропастью во тьме Мой изумрудный город спит По барам касят свет И ураган почти забыть За ветром этих лет Ни в этом городе, ни в том Мне не пустить корней Проходит осень под зонтом Я полечу за ней И жизнь похожа на каприз И сона на вкус И изумрудный плачет бриз Под изумрудный блюз И в этом городе и в том Где истины тихий От нас останутся потом Потомки и стихи А золотые облака И жизнь всего одну Мы проиграем дурака Я в работу И во вегу Спасибо Спасибо большое Ребята, спасибо вам огромное Мы очень рады были, что вы пришли И помогли нам сделать этот праздник Приходите к нам еще Через год будем отмечать новый день рождения Спасибо Я тяжел на подъем Живу Приземленно Но минет век От земли свой зад оторву И отправлюсь все вверх и вверх И пробив голубую твердь Бестолковой своей башкой Лягу средний такой Медведь Между малою и большой У большой есть большой секрет Непростая одна звезда А у малой секретов нет Лишь на север глядит всегда И не в силах решить никак Кто из них из двоих милей Я подамся на зодиах Млечной тропкой среди полей И расчистив местечко Меж скорпионом И меж стрельцом Спрячусь там в темноте кромешной К земле обратясь лицом И когда небеса гляня Ты поднимешь в слезах Глаза к небесам Отыщи меня Твой тринадцатый тайный знак Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok